Ваша встреча пройдет на 11 редакций, начиная с Российской газеты, учредитель правительства Российской Федерации. Все равно отпики будут, потому что то, что сейчас делают, беззаконим даже нельзя назвать, это безумие. Потеряя принято решение на краевом уровне, то никто не отрицает. Все, восстановление. А восстановление в последнее время было на 700 человек, а тут 20 человек дальше нельзя. Последний дом строить запрещают, куда запрещают, землю отняли, полностью все потеряете. А так кто же позволил так делать? 21 тысяча селений погублено. И что? Батюшка поехал к главе администрации Мамовского района. И тот, когда узнал, говорит, да как, это и вас не пригласили, нет, тогда никуда не обращайтесь, сейчас у нас будет совещание, вас пригласили. Вот обезумие, как-то, как восстанавливать, когда земли нету, все отняли. А это, а лагерь-то, который был на территории деревни, и везде, он правильно говорит, спортстадион устраивает, и бани устраивает. Столовая устраивает, и почему не может быть лазер? Внутри деревни. И тем более, если бы он землю занимал, то самое-то главное, что ни одного квадратного метра не занимает. Мы навозную кущу разровняли, а ее там 50 лет формировали, вот такую, мы ее разровняли, деревья посадили, 64 дерева. А лагерь мне показывает? Да, сейчас поедем. Главное, это, я фотографию взял с собой, и вам дам, если будете, это показать. Он статью подгоняет, где люди там на Истре, около Москвы, захватывают и строят самовольно. Во-первых, я не самовольно, это первое. Ну, вы считали здесь, что какой был замысел-то. А тут перестройка, вот она, дорога идет, ее бросили делать, дам потом. Все, почему, до того, дошли, просто первый год. Я съездил туда, будут делать, нет, говорят, все грейдера, все режем пополам, стали налоги на выкладывать. Техники-то погубились сколько? И здесь. А тут давали, а где вы заняли, а кто мне выделял? Никто не выделял, я не взял. Выделены на 10 лет, которые они говорят не по тому закону, якобы, меня не касается, это я не брал. Потому что я брал-то для того, чтобы по нормам было. Корпуса двухэтажные, дорогу они согласились с асфальтой сюда проложить. Ну, спонсоры богатые, на меня вышли и увидели это дело беспроигрышно, это дети наши. Почему не помочь? Я согласился, конечно, в проектировке я бы показал, где мальчики-девочки, отдельное ограждение, даже проходить нельзя было. Ну, не так Господь осмотрел. А теперь, а теперь, вот в музее. И теперь мы понимаем, какой там разговор идет. Когда они доказывают, сидят, и говорят, а почему? В прокуратуре я был сейчас, в ЛДПР, Единая Россия, Справедливая. А почему? Он разрушать-то хочет. Ему что? Объяснение ни один человек не может дать. Я говорю, вы не понимаете ситуацию. Я всегда повторяю. У Паутина Владимирова Владимировича очень хорошие советники. Да как вы можете одобрять-то, народ полуголодный. О, депутатам сейчас 450 тысяч пенсию назначили. Вы в уме или нет? 450 тысяч в месяц. А человек получает, ну, не больше 9 тысяч. Зачем ему, когда 9 тысяч есть? Я говорю, вы понимаете так вот. Вы знаете, я говорю, был переход с одного строя на другой в Румынии. Там был диктатор Чаушевский. Это же не секрет. Это ближайший Брежнев. С ним вместе всегда были. Он священник одного с этого прихода. Он перевести на другой. Ну, допустим, с мамонта, брибриху. А священника народ говорит, а мы не отдадим. Мы привыкли с ним. Он не хрохобор. Он любит народ свой. И священника спрятали. Думаю, что прокурор там, да я вас, то другое. В это время восстала полиция, секуритаты. Он бросил туда войска. И войска все перешли на их сторону. И его расстреляли вместе с живой вселенной. Чем кончилось? Поэтому они рассуждают так. Скажите, а у Лапки конфликты были? Да, были каждый год. Но они не говорят из-за чего. Конфликты были с тем, что я не вхожу в их нормы. А нормы-то вы составляли без меня. Нормы на государственные свреждения отпущены миллионы. Но на меня за 45 лет не отдал рубля. Я директор, не директор, а прокурор края по Ростону. Генерал-лейтенант. Я говорю, скажите, вот вас сейчас на улицу вывезли. Столок не давать. Вам ничего не давать. Вот так встал. Будь прокурором. Ну и как? Я говорю, будешь? Ни телефона, ни счет. За свой счет построить дом. Ты будешь делать? Нет, я говорю, а я это сделал. И об этом посчитайте, какие статьи. Лапки не один. Такая вся Россия была. Как ее заселяли, это люди. Как Ермак шел. Как Хабаров. Это, говорит, еще Россия сохранила остатки вот этой, кого не раскулащили, не уничтожили. Его говорят. Ну, а что было? Ну, вот, например, свет. Это российская газета пишет. Путинская. Света у вас ничего нет. Во-первых, никто не выходит. А во-вторых, у нас огромная ртутная лампа. Я покажу. Ну, знаете, мы... У нас тут уже записано, что освещения нет. Опровергачий через суд. Как опровергать, когда я включил, она глаза днем слепит. Ничего нет. Садится за стол. Стол. Струганые доски, покрыто новой клеенкой. Ее нельзя даже снять. Так. Не струганые доски. Я говорю, где? Ну, у нас так написано уже. Опровергачий через суд. И московская, это газета, российская газета, назвала Шабаш нечистой силы. Как назвали? Чертовщина. Что творится-то говорит. Сразу две машины полные. Заместитель Сурикова, Шоиха, Тьяков Нахманович приехал. Доктор медицинских наук. Тут Мамонтовский... Тут всех, кого-то как не было. Гайдук. Может, знаете, была тут? Ее Гайдук звали. Не Гайдук, говорит. Гайдук. И она тут... И кого только не было. Смирнов. И они уже все замолкли стоят. А кто это напечатал? Московская корреспондента. А фотографии ищи. Волобоева. Волобоева. Вы кому давали? Он говорит, я не давал. Они взяли сами. То есть, речь шла об очень больших потерях у них. Они все осмотрели, Шо их от воды попил. Взяли анализы молока в пруду. Выше среднерайонных. 45 лет ни одного заболевшего, ни одного зараженного, ни одного отравленного, ни одного утонувшего. Вот почему надо определять. Из года в год одни и те же люди едут. А ты о чем говорит? А этот и говорит там. Я воображаю мой разговор. Ну вот у Лапкина были эти конфликты. Ну а знаете из-за чего? Вода должна быть проточная. Ну где он возьмет проточную? Они говорят, вы бачок налейте воды на крышу, чтобы вам это протекало. Скажем, что проточная. Я говорю, да там есть луговая в Барнауле. Дурдом. Там надо проверяться, а не меня проверять. То есть они издеваются. Вот этот раз были у кастрюльки маленькая эмаль отбитая на покрышке. Ну какая-то вина. Ну ребенок уронил. Пол у нас железный, как корабельная палуба. Я их учил этому. Дальше что? Стали смотреть. Ничего не могут найти. Вот этот раз, когда они были. Прицепились к совершенно ненужному. Окупаются. Есть у вас спасательные жилеты? У нас даже и это есть. А сколько? А на всех хватает или не хватает? А вы брали анализы в пруду? А пруду 200 лет. К слову сказать, Корщина на 8 лет позже возникла, а не раньше. Краевой, Краеведческий музей. Откуда у вас данные, это я не знаю, эти были. У нас-то 200-летие нынче справляли. Краеведческий главный музей. Мы оттуда брали данные. Ну и вот, так понимаете, если тогда так было, к нему приезжали. А как пресса? Пресса всегда его поддерживает. И коммунистическое, и демократическое. А почему? Его биография об этом. Он же оборолся, потом реабилитировал. Вы понимаете, что? Это подтащивание в стои государства, что мы архипелаг, гулаг, я размножил. Это сегодняшний разговор. Так были эти недовольства? Да, были. А представьте, у него музей. Он хочет, чтобы 3 миллиона беспризорных были прибраны. Построить тысячи лагерей без помощи олигархов и государства. А эта идея его может осуществиться. Вполне. Людям это очень нравится. Уже приезжают люди и говорят, у нас столько беспризорных. И как? Я говорю, найдите лидера. Начинайте работать. Это наша страна. У нас главный лозунг был, Россия должна встать. А Россия это мы. Он-то это директор или кто-то там прокурор, где у него ничего нету. Я говорю, у нас представительство Совета так это укрепляет. Так она говорит, учительница хорошая, еще боятся. Она ушла, да и все. А у него-то ничего нету за плечами. Понятно? Народ это понимает. И теперь, если везде люди начнут делать так, как Лапкин делал, да, государственное дело, но смута-то в народе растет. Больше люди на эту, какая, болотная там, где половина побывали в полиции. А эти-то люди не сдаются. Он и никому не уступил. Подал в суд и все суды я выиграл, когда меня добил. В 98-м году 15 комиссий было. Всех с работы, кто писал, поувольняли. Так вот, вот почему он мне, когда беседовали с этим здесь, он наклонил голову, сидел, молчал, молчал, а потом и говорит. Но я не сам это. Надо мной, если выше люди. То есть дали указание уничтожить. Мы молимся. Вот она, молитвенница моя стоит. Мы друзья с ней. И она его повторяет имя все время на молитве и я. Когда царь исторически поступил в Керусалим, он стал издеваться. Для войны нужны не молитвы. Тут прокуроры нужны, судьи, вояки, ракеты. Ангел вышел, махнул и 185 тысяч трупов подлежит. 185 тысяч, даже в Курску битву один день не убили. Понятно, что с Богом сражаться нельзя. Он еще ничего не понимает, куда вязался. Кто будет с ним рядом, скажите, зачем тебе, дорогой человек? Зачем? Ну разваляли, дальше что? Дальше ничего тут не будет никогда. Там никогда не было. Там старые фундаменты и глубокие ямы. Что-то там когда-то было, а потом завалили навозом. Зачем под этот закон подставлять нас-то, когда ничего нет? Тем более, более видели же все, что я тут с ребятишками-то. Глава администрации был. Ни один коммунист не посягал отнять что-то. Тем более разрушили. Так, ну пойдемте туда. Их понять можно, но принять нельзя, потому что надо убить совесть. Почему здесь Люба работает? Неме понять уничтожение. Стать вражем государства Бога и людям. Вон, к Кустину, подойди. Скажи, как можно дозвониться до Кирилла? У них телефон-то должен быть. По Мирину, вроде, с Андреем. Это он перед другимой выслуживает. Так что его погоны снят в один день, Сирий. Он просто не понимает, что мы молимся днем и ночью. А он-то, что на кого надеется, это Санцент 25-я. Так, Сирий сейчас не вытянет. Так, я набрал тут документы. Может, думаю, и потребуется, чтобы с тобой было. Да, у вас большинство-то на руках уже. Да. Так, тем более я у вас был. Так, сейчас туда положу. С родителями даем. Вот сейчас. Я его вызову. Да где-то Кирилл здесь. А мы потихонечку пойдем по деревне посмотрите. Кирилл мы приехали. С Божьим, стремите за сходить, Божьи. Я рада, что мы с тобой все ехали. До свидания. Да. Где вот этот маленький или большой? Да не знаю. Вот этот, красный. Вот этот, да? Вот он. Так, потихонечку пойдемте. На деревню посмотрите. Яму погоню сейчас. Так, мы вышли. Подъезжай. Все. И мы идем на встречу тебе. Все, все, все. Так, я положу сейчас. У меня же нет ничего своего. Это кто-то мне дал. Кто-то купил. За интернет я не плачу. Нигде ничего нет. А на деньги скидать я вчера объяснял. Проходит до осени. Семь тысяч накидали. Я отдаю многодетным. Снимаю деньги. Два раза в году по семь тысяч мне бросают. Почему? Ну, люди знают, чем я занимаюсь. Просто так жить? Не знаю. Надо же помнить, что ты смертный человек. Будешь помирать. Еще ты скажешь внукам. Я разрушитель был. Тем более лагерь вошел в такую историю, в такие фильмы. Столько людей перебывало. Начальствующих. Из-за границы. Из Израиля. Из Америки. Из Бразилии. Я не знаю, откуда было. Директор Крестовского института прилетел. А я разрушу. Зачем тебе? Вопрос зачем? Я занял что-то? Нет. Мы в круговую покажем по всей стране, по всему миру. И ни один человек не одобрит этого. Ну что, мы будем плакать, молиться. А люди говорят, мне это не пойдет. Вы грабли, вилы берите и выходите. По-другому вам не защититься от них. А я говорю, а может он на стороне нанять где-то? Да все можно. Можно подготовить, убить, поджечь. Потому что суди оборотни пишут статьи. Прокуроры оборотни. Почему такого не будет? Ну зачем? Зачем? У меня тапец не ответил. Пустующая земля. Остается развороченной, где будут торчать балки. Свидетельство безумия. Так я положу сейчас, посадка, сюда уже едет. На лестнице лазит, каждое утро вытаскивает голуба. Это у меня голуба? Вон там, сейчас мимо поедем, там две голубяки. Она спрашивает, у вас голуби есть, да? У вас голубяки, поскакай? Да, прям. Ой, у меня здесь две голубяки, мимо пролетит. Сюда, можно вылез. Я даже бы вылезу, где-то. Так, маркуруй, там, где-то петушок поедал, нет? Ну так, у нас посади, проедет. Нет, потому что мы с вами рядом были. Так, брат, ты вперед садись. Садись, брат, вперед садись. Может, куда сейчас? Где лучше с переда, да? В лагерь, конечно. Сейчас он скажет. Ну, Сергей, это его собака, ураган Самызи сделала. Тихого до Атлантического океана. Чемпион России. Собака, чемпион России. А вот здесь ураган. Потом подъедем к нам, покажет вам его. Снова. А это Корченская, имена его Люба. Это ее гуси. Интересный гусак, гоняется за велосипедом и клюет. Прямо так и поезжает, там завернем. Тут дороги нет. Вот тут своими руками все построили. Здесь же дороги не было. Я за два года больше миллионов землю закопал здесь. Спрашивает, при минимальной пенсии где люди? Ну, в Швеции сломались, а в Швеции, когда шли, это, в Португалии уже. Ну, и деталь важная полетела, там передаточная какая-то. Все-то. Сразу поступил звонок. Бросайте машину, сейчас выславим деньги. Купите иномарку такую же и поедите дальше. Я так и ахнул. Все, ребята, да никогда. А наша машина, Газель. Перед ней на колени остановились в Австрии. Путин, Россия, Газель. Так, здесь Кирилл, чуть-чуть маленько, притормози маленечко. Еще чуть-чуть. Проехай вперед. Так, стоп. Вот моя голубятня вторая, смотрите. Все реалистичное. Потихоньку. Хотя, вот я живу, где потихоньку. Смотрите. Назовится Скворечник. Я какой крест. Так, остановимся чуть-чуть. А вот где главная голубятня у меня. Это Володя вот сидит, его дом. Я каждое утро им там подливаю, даю. А Газель наша вот тут стоит. А это вот дополнительно комплекс для лагеря. Все надо делать было. Игры. Вот, вот направо уходим. Вот его брат. Строится здесь домик. Уже приехали все на нашей территории. На нашей. Кольчинские. Косят траву за нами, за той стороне. Вообще, это невиданное. Вот его домик. Вот чуть-чуть. Маленечко, притормози-ка. Вам не видно, нет? Почему видно? Вон он белый стоит. Это его. Уже все. Дальше нельзя. А туда дальше, где вы были. Да какая же деревня-то. Двадцать дворов больше не дают. Ну, самодурство. А это к нам идет электрический ток. Приезжают. А все остальное там в лагерь. Сами провели. Так, прямо. И сейчас вон, прямо, прямо пока. Показывай, вот дорожка пошла вправо. Это вот территория. О чем речь идет-то? А там внутри-то это в 34 раза меньше, чем деревья. Там просто деревья посадили. Вот она, крапива какая. Такую крапиву, вот она. Она очень фотография. Топ-топ, назад. Назад, сдай. Направо, назад. Вот он где. Дорожка. Она очень фотогенищная на фотографиях. Посмотрите. Крапива хорошо смотрится. Ну, не узнаешь. Мы корчевали-корчевали ее. Ну, репей. Вон туда дальше. Так, вот прямо, прямо, прямо и влево. Она, видно, дорожка идет. Вон, пошла. Тут ям никаких нету. Можешь подъехать, а потом Заш назад. Вот тут мы пойдем. Хорош. Парашку какую у меня уже нас правила. Блак, красивый? Вот подходим. Это у нас рукомойник на 10 метров. Мы его перетащили туда. Мало, вот деревья. Там туалеты, там конец. Это вот. Это вот, вот, вверху это все навозная куча. И мы разровняли. Она была до тех пор. Ну, крапива вот такая. Больше ничего не плавала. Ну, назад, посмотрите где. Заросли красиво. Но там с почьяком было. Дальше идем. Это все надо смешать с землей ему. Не другую. А это яма у нас. Глину брали, потому что мазунки штукатурят. А это, в козлице, пилили дрова. Лагерь трудовой. У нас учителя получали дрова отсюда. Школа. Это маленький был. Тут большой артеиз. Мы в завод сделали для меня такое полотно. Детям купаться, малышам. Вот, сами подумайте, сколько. Дальше. Уходим. Сейчас уйдем. Это у нас бак. Под землей. Идут. Вот, видите, с водой. Это завод по заказу сделал. Какой-то инструментальный там цех. Сейчас мы уберем. Подожди-ка. Вот, смотрите. Везде висит надпись. И он будет давить это все. Я зимой буду ходатайствовать. А регистрация? А без регистрации работать я могу хоть сколько. Вот шалаш. Это на 300 человек сделано. Шалаш настоящий. Если сейчас мы туда смотрим, посмотрите. С той стороны мы обойдем и заглянете. Так. Подождите, что-то я, наверное, неправильно. Давай, вот там руководи. О! Так, еще маленький. О, пожалуйста. Так, Володя, открыть-то бы надо. Сергей, подержи. Сережа, возьми. Вот, посмотрите. Давайте пройдем сюда. Что здесь было? Здесь стоит посуда. Оттуда. Это кухня. Сейчас откроют. Теперь смотрите. Проходите сюда. Эти шиферины все переломают. Ну, бульдозер, он может сломать это дело. Это вот столы. А это скамейки. Здесь лозунг. Россия должна встать. Россия – это мы. Это видели где-то. Там дальше столовая. Иногда одна очередь пройдет, потом вторая. В среднем 109 человек. Вот это вот знаменитый подвал. Это мы потом настроили. Он был… Это куча навозная. Дальше-то видно. Дальше мы убрали навоз-то. И оно уходит под землю. Здесь пастухи корченские на этой стороне. Избушка стояла. И мы ночами копали туда. У нас был свой подвал. Мы там что-то хранили. Он вошел в фильмы. Это не просто подвал. Когда уходили, мы… Он ровно. Ничего здесь не было. Везде эти… Ну, насадим крапива сухой. Ну, КГБ находило. Они зайдут. А там бревна. Бревна и дрова. Ну, они дрова, я сказал, они очень ленивы. Если бы они дрова выбросили и стали щупом прощупывать, а там она длинная идет, подвал-то, и обильно щупали доски. Если доски бы вытащили под землей, доски-то на таком расстоянии, то там бы увидели подвал-картошка. Нам на следующий год. Но если бы картошку они не ленились, выбыли, тогда одна стена поворачивалась со светильниками, тоннель идет и дальше церковь. Это все ведрами мы делали. Вот смотрите, какой фонарь вверху. Фонарь. Нет у нас священия. Ань, значит, вот оно, выключатель. Все. А проворгайте через суд. Я эту статью вам дам. Вот, смотрите. Ну, мы электричество отключили. Вот это у меня палубные плиты. Это стол. Здесь стоял холодильник, морозильные камеры. Здесь котел от отцовой бани. Я сам печник. Духовка, все. Как надо, кухня. Дети не имели права на порог ногой наступать. Никто не заходил. Как только на обед ударит колокол, все. Все должны в другом месте быть. Ну, а здесь полотенца свои. Ручные, а там ножные. Вот уходим. Это вот те кельи. Вот это сносить. Ну, еще сравнивать. Пугачева построила. Аж там два этажа. Что сносить-то, когда оно едва и дышится. А это вот песочница. Ну, заросло, нынче-то нету. За два года уже нету. А это называется от мутора кай. Там вот печь. И когда дети промокнут, они тут заходят. Белье вешают. Вот посмотрите. Там внизу идет короб. Здесь два, это вот, пожалуйста. Называй палать или нары, или как хочешь называй. Шконки. А вот здесь дым уходит оттуда. Смотрите. Он под низом идет. Оно жарко. Но тут был один от коммунистов приехал и статью написал. Лапкин показывает и говорит детям здесь тепло. А я подумал, ВОЖ любит тепло. Где ВОЖ? Ну, намек брошен. Ну, ему за ту ВОЖ дали. И кто? Первый секретарь райкома партии железнодорожного. ВОЖ любит тепло. А кто его не любит? Так, это пикарди. Вот пикарди. Посмотрите. Это все алюминием. Все это обделано. Эту трубу мы убрали оттуда. Две русские печи. Вам, может, не видно даже. Видите, какой свод сделанный. Здесь печка одна, вот вторая. Как только протопили, теперь только подкладываем здесь, а там хлебы. До 100 булок выпекали сами. Своими силами. А здесь большой бак. Мы увезли его. Для мышей недосягаемый. Теперь по порядку. Давайте с того края пройдем. Кельи. Вот за мной идите туда. Что-то липки мель. Это у нас называется кельи. Вот опять. Музей, комплексы, вывесы, 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 вывесы. Лагеря нет. А сейчас то же самое. Вот оно уже осело. Вон копать приходится. А посмотрите. Доски. Доски лежат не на земле, а на брусьях. Полметры. Дальше матрасы. Тут чисто, выметено. Каждую неделю стирка идет. Ну, это просто замечательно. А еще вот слеги. Кривой. Мы же не в шарщине живем. Кривой где-то найдем. Клен. Спилим. Дальше ошкурить. Надо отпилить. Теперь замесить. Привести с глиной. Сделать. А он приедет так, там, да не сам. Через кого-то. Вот. Пожалуйста. Крыша какая. Уничтожить. Ну, разве закон про это знал? Закон даже не знал, что такое будет. И подгонять под статью можно, ну, любого человека. В Англии там решили устроить процед под Христом. По сегодняшним законам как? Точно так же казнили бы. Вот так. Березы. Тополя. Березы. Тополя. Это с твоими силами. Дальше. Победитель. Вам видно? Что он будет ломать-то? Он даменький. И тут, вон он с ней даменький докладов, да, грады. И вон туда, вон, какой-то контор или что тут было. Ну, а тут посадили маленько тут, это, виктория. А теперь, это у нас виноград. Здесь все, точно такие же. Вот такая крыша-то еще сделана. И это надо разрушить. Статьи такой не было и не будет ни в одном государстве. Мы живем по бедности, в любви. Вот оно, все видно. Вот сколько труда положено. Каждую палочку найти надо, чтобы более-менее прямая была. Пожалуйста. Из вот их видно все. Это разрушить надо. Это просто человек один бы раз увидел. Его надо в гости пригласить, дорогого, милого. А это когда стеколку убирают. Володя нашим не упала. Сеточка остается только летом. Вот 8 человек. Раньше было 10 в каждой келье. Он залазит как по столбу, видите, где. Тумбочки стояли. Мы увезли в другом месте, вы обязательно зайдете. Пойдемте тут. Ну а тут что? Это не относится к лагерю. Но оно сделает, чтобы коровы не заходили. Там вода, крапива. По большому счету здесь 6 соток. И это я взял вот это вот в расчет. 6 соток. А чем речь-то идет? С этим вот 3 бамбасом, а то да, 9 соток. Так это 9. 9 соток и 3 гектара. А теперь, вот в почве, какой-то пьяник, что сгорел, его так раздуло, оно не взорвало. Это один из колоколов, который бьют 10. А здесь большой колокол. Вот один колокол, значит, собраться здесь, где мы сейчас находимся. Смотрите. Два раза ударили. Это что у нас? Занятие. Занятие. Три раза. Обед, ужин, завтра. Четыре. Чтение Евангелия. Евангелие вот это вот убирается. Вот все украшено. Это просто закрыли. А тут коршуненок ручной. Он прям садится здесь. Детям вообще-то вот так нравится. Дальше. 5. Что означает? Тревога. Тревога. На нас напали пожар. А гореть-то нечем. Почему гореть-то? Ну и так дальше. Когда выезжают, бьют 10 раз. Теперь вот. Заглядывают они. Давайте посмотрим. Это называется куриножки. Еще зерно. Это поплавки. Когда там на озере мы покажем. Еще больше нету. Хранилось. Нас хватало места. Потому что последнее время Украина полностью от нас отошла. Оттуда детей много было. Дальше идем. Еще одна келья. Это мальчики. А там, которые три подряд девочки. Мальчики не имеют права перед девичьими келями даже проходить. В такой порядок. Вот посмотрите. Тут полочки, тумбочки. Я и тумбочки покажу потом, куда перевезли. Мы сейчас просто в деревне приобрели дома и приглашаем в гости людей. Так, еще одна келья. А то, как же, не все видели. Вот. Точно так же. Ничего нету. Здесь, правда, мы уже разбогатели. Вот эта гнилушка, это доски. Теперь смотрите. Вот это игральный зал и просушка. Когда промокнут где дети. Ну, то что, качалки. Вот эти вот две тоже качалки сделаны на другом были. Это мы окна закрыли. Тут, вот она, видите, большие окна. Так. Дальше. Ну, тут хранят шланги. Настольный теннис. Это разрушить надо. Нашим детям еще не остается. Вот теперь, глядите. Вот это вот. Все. Это уже может они, площадку даже не считать. Великий. На столик он становится дальше. А вон она, где там такие длинные веревки. Садятся и тарзанки. Они летают. А там большие качели. Вот и деревья. Все. Что разрушать конкретно? Это сады. Кому оно помешало? На этом месте что-то будет? Нет. Тут никак нельзя. Это вот все куча была. Мы все это убрали. А вот здесь огромная яма была. Мы засыпали, затрамбовали ее. Так. Знаете, здесь была башня. Недавно мы убрали ее. Высокая башня. Наблюдать за коровами. Но она стала наклоняться, потому что куча навозная. Подойдем вот сюда поближе. Чтоб было видно. Вот туда подойдите. Вот тут видно, что поднимается дальше. Вон она куда идет. Это куча навоз. И печка врезается прямо в навозную кучу. Тут ничего нету. А фербы рядом были. И тут тогда бульдозер был свой. И все это свозили туда. Так, мы обойдем еще на ту сторону пойдемте. Там вот этот фундамент спинарники. Да, нет, это коровники. Пускай они их ломают. Они их место занимают. Коровники. Келятники. Ага, тут и не пройдешь. Мы сюда запаковали. Вот так. Береза какая интересная. Пускай вот это все в территорию ходит. А дальше там вот карапива. Это фермы были. Подряд несколько. Там, не знаю, три или четыре ряда было. Все. Деревня-то богатая была. Тут сколько молочно-товарных, келятных, свинофермы, овцевермы, птисты фермы, две пасеки. Больше ли сколько пасек? А, я не знаю, они же сейчас частные. Да нету. Нету. А тут были. И вон там в Аколке, там день деревню справляли, отовсюду приглашали людей. Моя мама пасечник была. Мы на этом выросли. Вот еще сюда подойдите. Вот это называется Лавилонская башня. Видите, он опять же комплекс. Виды детей. На них смотреть, куда загнали коров. Мы можем убрать. А вон далеко вам видно, нет? Крест стоит. Кирилл, мы туда съездим обязательно. Это рядом здесь. Да, и вот второй. Когда комары, вот здесь вот молимся. А там башня водонапорная стояла. А раз она повыше, когда бульдозер я нанимал здесь, тогда маленько подвинули и разладили. Вот теперь мы смотрим, что такое здесь. Вот это вот футбольное поле. Ну, один столб упал. Что деревню не может иметь? Это на чужой территории. С самого начала. А там что? Вот отсюда видно волейбольное. Где она? А вот она. Вот отсюда подойдите. Каждый почти вечер. Сейчас молодежь играет там. А там одна крапива, ничего нету. Это значит, надо из столбы все это убирать. Вот он сюда бульдозер не пройдет маленький. А тут что-то делать ему надо. На верстолете опускать. Больше мы ничего не можем предложить. Ни под каким видом мы не можем согласиться с тем, что статья против нас. Тамовольно захватили. Мы ничего не захватывали. Это я родился здесь. И 3 гектар ни одной квадратного метра не воспользовался. Вот все. По лагерю вопросы какие? По музею. Все, вот это все, что есть. Я фотографии вам дам. Потом с возвратом. Вот это уже старое. Вон она, лампа наша. Вот деревья. На слежем воздухе обедали всегда. Вот приезжают. У меня были правила такие. С тобой лекарства не брать. А у девочки что-то со стильным мозгом. Нехорошая болезнь такая была. Бледная, бледная. Я сказал не брать. Я ее... Это не оздоровительный лагерь. Взяли. Но я с первого дня начал ее лечить. Я врач. А какой врач? Я молюсь. Одна приехала в почки. Мать сказала. Сразу же у батюшки выпрысил березовый сок. И утром рано натощак свежего меда. Мед. Все. И она уже через 2 недели в футбол играет. И даже забыла, что болеет. Воздух. Отношения. Я говорил, мальчика здесь привезли. Один заблокированный. Не разговаривает. А что? Отец убил мать. На его глазах. И он как увидел, перестал говорить. А у нас заговорил. Заговорил, заулыбался. Нормальный совершенно мальчишка. И это не надо. Так тут приезжали профессора психологии. Наши, российские. Жили неделями. И вывели главный движитель лагеря. Тире с большой буквы. Любовь. Так отстрого здесь. Наказывал даже. Матершинник, кто другой. Я его накажу. Вот за это цеплялись. А накажу. Проверка прошла. У вас, по-моему, прокурора. Жабина была тут. Елена. Она приехала. А мое. Я не знаю. То ли о сыне, или о ком. Он говорит. Возьмете в лагерь. И дала отчет в краевую прокуратуру. Дети чувствуют себя прекрасно. Это не юридический язык. Дети. Кандидат медицинских наук. Отдельно детей. Всех осматривал. Нигде ничего. От вас бьют? Нет. Никто нас не бьет. Нас наказывают. Ребенок понимает. Почему? Я девочку ударил. Мне дали не для того девочку, чтобы ты ее ударил. Я должен вызвать у нее почтение к девочке. А у ней. У него превосходство и защиту. Это на чем строилась земля русская. Вот здесь вот эта жердочка одна знаменитая. Когда лошади были, с той стороны привязывали лошадей. Детям это очень интересно. А дети, когда никого нет, они за жердочку вот так перепрокидываются. Но это коновязь. Я тут же на той стороне устроил. Вот забыл показать еще одну. Вот вам видно на той стороне столб? Вот так вот. Вон там видать. А вот так вот идут. 75 метров. Это вестибулярный аппарат отрабатывали дети. Сразу соединение. На таком уровне. Ну все-то переплетено разъезд. Детям это очень интересно. Вот здесь большая вышка. Я пришел, мальчик плачет. Почему он из-за Казахстана? И баба Валя меня туда не разрешила. А почему? Ну я вот то-то сделал-то. Я поговорил с бабой Валей. Его взял. А там этажа первый этаж, второй, третий. На третий только я мог разрешать. Я вот завел, взял бинокль. Все осмотрели. Он баба, я все видел. Баба, теперь с ним вместе полезай туда. Ему на всю жизнь ребенку запоминается это. Вот это и любовь. Не сестюканье. А здесь нельзя всегда, ну, как на кухне одеваться, как мыть, как что-то. Все это везде. А здесь, везде, все знали, кто президент, кто премьер-министр, кто радио изобрел, кто телевидение, кто вот этот телефон изобрел, кто интернет. Сейчас спроси ваших, там, задайте вопрос, кто интернет изобрел. Думаете, многие ответят? А вы видели российский флаг? Многие ответят, что он означает. А это означает, весь мир рождается в крови. Дальше человек возрастает, он познает Бога, синее небо. И дальше великий белый престол. Единственное, за всю мировую историю такой флаг он дан России, как знак особой милости Божией. Я в милиции занимался все годы, а у них там на рукавах это. И ни один не мог объяснить. Когда объяснил, возражений никогда не может быть. И не было. Вот оно где. Ну, маленько стойте, я перед вами поднимусь. Смотрите, это базина, потом надо убрать. Стойте здесь. Это крапива. Это мы убрали. Дальше начинается подъем. Я поднимаюсь. Вам видно? Да, да, да. Это куча навозная дальше идут. Здесь ничего нету. Здесь мы убрали. А дальше вот эта печь идет, труба, это все в навозе. Что ломать? Какой приказ? Где? Какая статья? Статья говорит, где самовольный захват. Там, где земля нужна. А здесь земля-то не взята. Потом вам это закройте. Так, а это кибеть, ноги мыть. А там столбик, это мой столбик. Вот два столбика. На них я рублю мелкие дрова. А другие другое. Большие там. Вы хотели, Игнать Халач? Шалаш. Шалаш. Пойдемте-ка, шалаш уходим. Сколько труда положим. А вот это вот стоит. Это навозная куча мы сохранили. Вот она навоза стоит. Ну, видно, что там низина какая. Какие камни приведенные. Это коровы гоняют. Придори. Подождите, мы щитом обойдем. Саваш. Саваш этот свой хороший. Но спать не стали. Только днем занятия шли. Я опасался. Слишком большой. Людей нужно. И не дай бог кто-то поднесет спичку. Заросло все. Подержите-ка мое сокровище. Сейчас я уберу это. Все заросло. Это мы косили. Володя главное. Не пожалеете, что уберите. Сейчас я крапиву уберу. Ах, крапива, крапива. Куда ж ты попала? О, все, милости просим. Так, подождите. Еще малейко уберу. Подержитесь, сокровище. Все, выходите. Выходите. Вы никогда не были в таком шалаше. Голубь поднимать можно. Посмотрите, как все сделано. И он непромокаемый. Непромокаемый почему? Потому что много травы. И она так лежит. А сверху натянутый целлофан. За счет того, что трава, как стога, то сено не промокают. Вот, это оторвало даже. Вот это лежат эти, на них доски. Вот так вот. В два ряда. Вот так вот, головами сюда, ногами туда. И вот так 15 человек, и тут 15. А там окно. Видишь, окно. И здесь двери тоже с окном. Шалаш. Это не Ленин там где-то в разливе спасался. Здесь дети радовались. Сами они косили. И сами помогали делать. Вот когда вы увидите, у кого рука поднимется на такое сокровище подняться. Дай-ка я эту последнюю поставлю. И он огороженный. Ну, посмотрите, какие заросли. Вот эти заросли. Так, где он у меня? Эти заросли надо было не косить, а корчевать. А мы можем оттуда выйти. Пойдемте. Это, что вон. Да, да, да. Есть это. Это, что я наоборот. Я хочу посмотреть. А мы потом с кудем наоборот, я думаю, мы будем разговаривать. Так, Кирилл, где у меня? Как, Кирилл, сейчас задним ходом туда выйдешь, мы подъедем, посмотрим там на костер и все. Это полнота должна быть, полная. Без любви этого никто не будет делать. И ни день, ни два. Прямо след в след назад. Лучше здесь развернемся. Когда дело пройдет, мы будем вспоминать, у Бога все сошленено. Вот не наступи на нас, тот, который не расположен, вас могло бы тут не быть. Понятно? А когда жизнь-то будет проходить, и скажешь, вот об этом много говорят. А я была, наш лагерь очень далеко известен. Так, прямо можешь вот так ехать, там дорога. В деревне-то я у вас была. Ну, посмотреть своими-то глазами, это знаете как. Мне вот каждый почти день звонят. Из Украины, из Польши. Можно приехать посмотреть? Нет, нельзя. Мы не разрешаем. Только по делу, когда свободно. Все на работе у нас, с утра до вечера все в работе. Вот это корчено, идут столбы электричества. Так, влево, так и идет. Ага. Здесь у нас стояла, вот здесь, афиша, что здесь колодец указан. Там колодец еще один выкопанный. Два колодца. Вот сейчас направо. Направо, прямо туда, к костру. Ничего, 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 ничего. Это не яма. На территории деревни курить запрещается везде. И стрелять запрещается. Тут пруд, главный, где поезд коров. А можно здесь заверни маленько, мы выйдем. Увидите костер. Как мы долго искали. Костер отвечает всем требованиям. Недалеко. Чтобы жара не было. На высоте. На высоте. Именно что-то пуздяну. Возьмите костер понавозили. А на телешке вылезли. И на... Возьмите. А потом, где были лезли во время... Наверху, тут в вододопорной башне была. Там крест. Думаю просто показать. Вот. Ну, на лупище полетели. А потом крест остановились. А потом, где было лезли. А потом, где-то снова находили. Этого по неделю уже детей не было. Смотрите, какое богатство. Сколько этих... Чухов-то. Принимаете решение, чтобы разрешили продавать. У нас по уставу не положено продавать. То, что с земли. А костер зачем? Я не знаю, костер-картошка. Костер-картошка. Тут на Пене. Тут со скриптами, с баянами. Тут артисты настоящие, артисты. Это вот сейчас или как до лагеря? Это когда до лагеря были, не сейчас. Вот сейчас лагеря нет. А в домах приезжают гости с матерями дети. Все теперь нас к нам и не касаются. В прошлом году, три раза уголовный розыск мамонта приезжал. Ну, заехали тут за расходство. Как у вас нормально? Я говорю, все нормально. Мы в домах теперь принимаем у себя. Все. Вот посмотри, костер. И сидят. Вот один ряд, второй. А тут было выше вот это. И было полотно, которое все захватывало. И куполом. Тут сколько работ было, тут не выскажешь. А это сидеть детям здесь. Еще они любят две жарди рядом. И там также скамейки. Государство ни рубля не вложило. Но приезжают и смотрят. И других лагерей. Это вы все сами. 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 Мы ничего не покупаем. Проволоку где-то нашли. Вот сделали. Завязали. До следующего года. Это вот деревня была. Вторая улица. Вот она шла. Разрушили. На 700 человек проект был сделан. Значит, на 700 человек он рассчитан потерять. Это был устроитель. Глава администрации, я не знаю кто он, но очень удивился. И...